Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В Кирове пройдет экологический фестиваль «Чистая вятка» Сразу же обозначаем дату Это 10 августа То есть не так много времени уже остается Об этом чуть позже «Чистая вятка» Что за организация? Что за сообщество? Давайте исторически проследим В этом году «Чистая вятка» исполняется 5 лет До 10 лет доживет В далеком 2012 году Мы начинали проводить мероприятия В школах, СУЗах и ВУЗах нашего города Искать интересную творческую молодежь Которая хочет реализоваться Но не знает, что им сделать И вот мы их собирали Тренировали После этого у нас появилось Очень много общественных лидеров Можно было это все проследить Вы, наверное, это все видели Мы их обучали Их проекты были реализованы Это как раз полиэтиленовые орехи О которой говорили Это все было около экологии Вначале думали, какой проект сделать Либо «Чистая вятка» Либо может быть какое-то другое наименование Либо это будет все-таки экологическое Либо это будет правозащитная организация То есть все форматы смотрели Провозили тестирование Ну и в итоге решили Все-таки это будет «Чистая вятка» Что это будет экология Потому что вроде бы и люди Как-то в Кировской области Более к экологии Лояльно настроены В отличие от других областей Ну и в Сау Это откуда такой вывод? Что у нас более И что значит более лояльно настроены? То есть им нравится эта экология? Им нравится экология Если мы сейчас посмотрим В том состоянии, как сейчас? Нет, им нравится проводить Акции по благоустройству Сейчас это стало очень модно Их как бы тревожит Вот именно состояние В этом плане они лояльны И если подойти вот к нашей истории Нам именно вот как Нас экспертов Сообщества «Чистая вятка» Это в основном экологи Гидрогеологи Или еще там какие-то специалисты Которые связаны Непосредственно с экологической темой С организацией Просветительских каких-то мероприятий Фестивалей Мастер-классов и так далее И мы просто решили из одного Как бы сделать что-то такое большое Причем если у нас раньше были проекты Где был руководитель Москва Ну вот это же движение ЭКО взять То сейчас мы независимы ЭКО существует ЭКО существует Но уже не в том формате И мне до сих пор Учителя жалуются на эту организацию Приезжают Почему они проводят платные мероприятия На мастер-классах и так далее Но я говорю Я сейчас не могу ничего сделать Поэтому я уже к этой организации Никакого отношения не имею Вот И не можно ли с вами По каким-то другим мероприятиям Посотрудничать Ну и мы с ними выходим Какие-то мероприятия Действительно проводим У нас есть очень интересный формат Очень нравится всем школьникам Вначале на него Как-то так негативно смотрели Вот это ток-шоу А что это такое А как вы это проводите Да почему такое название Да там наверное у вас будут Просто какие-то разговоры Ни о чем Когда мы проводим У нас обычно бывает Три человека Это ведущие Два эксперта Которые говорят Что во всем виновата власть По порядку То есть вы собираетесь В помещении Это в основном бывает Такое В виде классного часа Либо да То есть класс какой-то Да Либо какая-то аудитория Если это какие-то сузы-вузы Сейчас мы проводим Проводили вот В летний период В лагерях Ездили Там экологические смены Очень модно Сейчас делать год экологии Вот И мы их собираем В одном месте Это как правило 20-30 человек В зависимости от группы Они садятся все кругом И вот у нас Ведущие Начинают У нас экологическая тема Чтобы их как-то зацепить Начинают все люди Свиньи Ну слышали вы такую фразу Про русских Что такое говорят С этого и начинают Здравствуйте свиньи Ну не с этого прямо Там есть приветствие Они задают сначала вопросы Но чтобы оживить аудиторию Потому что они обычно сидят Сначала приветствуют Оживляют Потом говорят Ты свинья Я свинья Все мы братцы свиньи Нам на завтрак принесли Потому что можно просто отсидеть Там вот эти 40 Либо час 30 Просто отсидеться Либо как-то нужно аудиторию Зацепить Чтобы она начала разговаривать И они говорят Да нет У нас вроде бы такого нет Мы такие люди все Хорошие А потом приводишь Примеры Европы Которая в средневековье Выливала вот эти все Помои на улицу А сейчас мы все туда ездим Мы восхищаемся Какая же там чистота Хотя на самом деле Я начала тоже ездить В эту Европу Я смотрю Что там не так все чисто Как там все описывают Есть примеры Очень много фотографий Где есть возможность Мы это все демонстрируем На проекторе Потому что Показывает Что все-таки Наша Россия Она на самом деле Даже довольно чистая По сравнению с другими странами Люди везде одинаковые Люди, да В этом беда Люди везде одинаковые Что американцы Что англичане Что французы Они абсолютно одинаковые У них все Одни и те же потребности Одни и те же Просто возможности разные Если там более свободные То у нас они какие-то зажатые У нас ждут Что кто-то за них Что-то решит То вот Например в Европе Они сами принимают На себя ответственность Вот тут недавно была В Америке Там у них Я ответственен за то Что происходит вокруг То есть вот И сообщество Чистая ветка В принципе Было направлено на то Чтобы люди принимали Решения Сами Чтобы не ждали Что вот у них там В подъезде грязно И Должен прийти президент Или там губернатор И это все убрать Такого не должно быть Вы же сами живете В этом месте И у нас Подождите Мы с ток-шоу-то Чем заканчивается Это все Мы еще даже не поняли Как оно происходит Не то что заканчивается Вот я и хотела Как раз подвести Потом у нас Два эксперта Мы составляем рейтинг Чистых городов России Пять ступеней У нас самое чистое Это первое место Самое грязное Это пятое место Где ребята Сами составляют Свои Свои города Ставят У кого-то Москва На первом месте У кого-то Киров На первом месте На основе чего На основе своих наблюдений Кто-то ездил Кто-то ездил Если есть какие-то споры То это все происходит Голосование Вот прямо на этом месте Вот мы были Как-то весной В этом году В Радужной В Радужном Не помню Номер школы Очень запомнилось Завыч подходит И говорит Да какой правильно Они рейтинг составили Или неправильно Я говорю Это их рейтинг Так правильно Они его составили Или неправильно Я говорю Это их рейтинг И они должны Как бы Сами за это отвечать Что вот это их Так все-таки Правильно И неправильно Я говорю Правильно Все И она успокоилась То есть вот это вот Норильск присутствует В этом рейтинге Норильск Я не уверен Что люди ездят Отдыхать Норильск У нас Самым грязным Досчет У нас даже Тут был Хабаровск Дети Дети на основании Своих впечатлений А сколько детям лет Какой возраст Рассчитаны Мы в основном Рассчитывали На возраст Восьмой Девятый Десятый И выше Подростки Но последний раз Мы проводили С маленькими детьми Восьмой Восемь Десять лет Это конечно Не то Направление Сложновато Для нас В плане того Что у них Это специфичная аудитория Которую нужно Постоянно держать Я после того вышла Я села И была выжата Как лимон Потому что Это дети Которые галдят Которых нужно Постоянно слушать Они все хотят Быть первые Если уже постарше Они там могут Где-то отсидеться Что-то как-то там Промолчать То эти нет Эти будут говорить Все что у них на уме И все что они думают Все что они хотят сказать Пусть даже не в попад Пусть они там Сидят на этом мероприятии И говорят там Птичка летает Ну то есть им просто Нужно что-то сказать Чтоб на них обратили внимание В этом плане тяжело И сколько удалось охватить Ребят Школу Когда мы начинали Мы за полгода Охватили 158 мероприятий Мы провели таких У нас было Ток-шоу именно Ток-шоу Это было по 5 По 6 Ток-шоу в день У нас было Две команды Которые менялись То есть у нас Было конечно Человек больше Но вот две команды Которые одновременно Могли работать Это мы все еще То есть команда Это ведущие Два эксперта Да это ведущие Два эксперта Которые ездили В разные школы В одно и то же место Причем у нас еще было Только областной центр Только областной центр Да Потом у нас Мы еще снимали Это все на фото И видеосъемку То есть это у нас Все выложено в интернете Тогда еще можно было снимать Без согласия родителей Вот И подходя к середине Ток-шоу Да-да-да К содержательной части Значит ведущий Это все у нас рассказывает Ведет Следит за временем Первый эксперт говорит Что во всем виновата власть То есть мы платим налоги власти Власть должна все-таки Это решать Как-то это все Узаконивать И так далее А второй эксперт говорит Что мы сами В этом всем виноваты Почему должна власть Приходить И смотреть Где там ваша собачка Покакала Извини за выражение Почему у вас там Должны следить Что у вас в подъезде Грязные Или почему у вас там У дома Лужа образовалась Вы как бы Сами можете Написать то-то-то Сделать то-то-то И как бы Решить эту проблему Вот После чего У нас опять же Голосование И мы слушаем Мнение ребят Что как бы Что они на этот счет Думают И как правило В конце Своится к тому Что все-таки Действительно мы Сами это во всем Виноваты Мы им рассказываем Положительные примеры Которые были Наши Момент Вот на тот момент Сейчас мы уже Добавили новыми Примерами как раз За пять лет У нас очень много Примеров Уже Сложилось Выросло Много лидеров Вот Мы это все Приводим И в конце Мы заканчиваем Такой фразой Мы ее назвали История Страшилка На самом деле Она действительно страшная Про маньяка Про Сыктывкарского Наши коллеги Нам ее рассказали Эту историю Сейчас не буду рассказывать Но суть в том Что Почему мы считаем Нашу квартиру Это наша Подъезд Ну для кого-то Он еще как бы Свой А вот то Что касается За пределами дома Двор и город Это вообще Это что-то Там Отвечает Мы там не живем И отвечает за это Город Власть и так далее То есть мы как бы К этому не причастны Мы там не живем Вот только наша квартира Хотя Если вот так вот Подумать То квартира Это в принципе Вот клетка Которая Я всегда привожу Такой пример Если дом упадет Ну не дай бог Что-то там Ураган случится Землетрясение И так далее Дом упадет У вас ничего Да У вас ничего не останется Потому что Сколько там над вами И под вами людей живет Вы же не будете жить На 30 квадратных метров Ну если это Однокомната К пример Квартира 10-этажный дом 10-этажный дом 10 семей Ну это же как бы Ни о чем Почему вы не можете Это все вот Взять и рационально Использовать Ну и в общем Через такие так-шоу Мы выявили лидеров Те, которые захотели С нами работать Они свои проекты Какие-то придумали Мы их дорабатывали Реализовали Большую часть Мы их реализовали До сих пор У нас ездят Активисты В дома престарелых То есть Это как бы Мы сначала посмотрели Вроде бы К экологии Никакого отношения Это не имеет проекта Старость в радость Называется Но в конечном итоге В двух словах Тут в чем Суть в том Тоже обучение пожилых Нет Там у нас Очень много Престарелых домов Где Бабушки Дедушки Нуждаются во внимании Даже не сколько В подарках Там Чтобы к ним Просто приехали Какие-то люди Молодежь С ними пообщалась Потому что это все-таки Общение Это для них Действительно радость Когда приезжают К ним и общаются И вот у нас уже На протяжении пяти лет Ребята туда ездят У них есть Несколько таких домов Это в основном Дома в области О проектах Чистая Вятка Сообщества Мы еще поговорим Конечно же Ну а Фестиваль экологический Который 10 августа Пройдет К нему уже перейдем Через полминуты В Кирове пройдет Фестиваль Чистая Вятка Ольга Шаклина Эксперт сообщества Чистая Вятка У нас в студии Очень насыщенный Такой начал разговора Получилось Много-много проектов Активная кипучая деятельность И перспективы собственно Перспективы да У нас есть Расширяться еще нет Или хотя бы в том же формате Остаться Мы пока ушли в интернет Потому что в связи с С малым финансированием Экология как бы она есть Ее финансируют То есть на организацию мероприятий Нужны деньги Да На организацию мероприятий Нужны деньги В основном в год экологии Выделяют каким-то Правительственным организациям Те которые Угодны нашей власти Те которые что-то там Имитируют деятельность Экологическую Ну и те же субботники Мы от них отошли Потому что считаем Что это благоустройство Это уже не экология Если это раньше Можно было как-то еще Связать с экологией То сейчас Когда тебе стали принимать Задворника За какого-то там Общественника Волонтера То есть сейчас людей Хотите делайте Не хотите Мы вам Ну как бы Мы за вас не будем делать Это ваши ответственности А то что вы нам написали Что здесь свалка То как бы Это ваша проблема Либо вы ее решаете Вместе с нами Мы помогаем вам решать Либо остается как есть Потому что это ваша Как бы ответственность Не только наша Вот Может быть Немножко грубо Но тем не менее Надо просто дальше двигаться Вот И Фестиваль Который Да Фестиваль Который мы будем Организовывать Он у нас идет Тоже по такому же принципу Где Организаторы являются Все Участники этого фестиваля Здесь нет таких Вот Ты там главный Ты делаешь что Сделаешь что У нас нет такого Мы собирались Здесь небольшая группа людей Ну кто пришел Кто смог Кто не смог Выясняли Кто что может Предложить На этом фестивале Кто какие Может контакты Подключить И так далее То есть у нас Коллеги по Чистая Вятка Или вообще Какие-то другие Мы вывесили это все В нашем сообществе Чистая Вятка Оно у нас довольно Активно Вконтакте Где мы в основном Мы работаем Пригласили людей Собрались В библиотеке Герцена Там у них Летняя веранда Есть Очень удобная Где в принципе И будет фестиваль Проходить То есть Такой фестиваль Небольшой Потому что Это новый формат Для нашей области Но мы очень Любим экспериментировать Что-то такое Добавлять Какие новые фишечки И как правило Что-то новое Начинается всегда С очень-очень малого Если вспомните Десятый год Когда мы проводили Экологические фестивали Я помню Лично Сама давала Свои личные деньги Для того Чтобы отшивались коллекции Для того Чтобы были какие-то Экопродукты На этих фестивалях То есть Вот с этого Все начиналось Сейчас Этим занимаются все Арт-маркетом Очень модно Стало заниматься Какими-то Хендмейтом И так далее Когда это все Приносится Это все продается То есть Сейчас это Организовать проще Но нам Как-то хочется Вот Этот формат Немножечко Усовершенствовать То есть Нигде там Формат Арт-маркета Нет Формат фестиваля То есть Вот экологического Да Целиком Да Там будет фримаркет Но он будет И фримаркет будет И арт-маркет будет Но это будет Немножечко другой формат Где не мы Говорим Вот вы здесь Вот вам стол Вот вам стол И вы там Что хотите То и продавайте Мы им Даем Возможность Поучаствовать В нашем фестивале С них Все оборудование Также мы с ними договариваемся Что вы пишите Приглашение у себя На страничке Или там В паблике Кто как работает И Каким-то образом Тоже являетесь Организаторами Также там будет Фримаркет Где можно будет Обменяться Какими-то вещами Будет магазин Спасибо Который Дал согласие Совсем недавно Чтобы выставить Начальные Какие-то вещи Чтобы они были Потом все Все что останется И тоже уйдет В магазин Спасибо Будет книга Обменник Куда люди будут Приносить свои книги Какие-то Можно будет Пообменивать И самое интересное Это будет розыгрыш Розыгрыш у нас Еще пока Такого Не было Розыгрыш Это что Это в смысле Программы розыгрыш Или это розыгрыш Чего-либо У нас Мы решили Когда Собирались Каждый Кто участвует В нашем фестивале Он приносит Либо сертификат На продукцию Если вот это Говорит Про арт-маркет Либо там Какую-то свою Продукцию Либо Если это Мастер-классы Или там Студия йога Или еще что-то Они предоставляют Какой-то подарок Который Мы будем Разыгрывать В 6 часов Да На вот Что-то вроде лотереи То есть Да Что-то будет То есть Вы будете разыгрывать Призы А я просто спросил Почему Что разыгрыш Можно как Можно людей разыграть Да вот они пришли Там на фестивале А вот вам Извините ребят Разыгрывать 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 Ну Интересно У нас занималась Занималась Раньше Гимнастикой Спустя Там наверное Лет 20 После того Как она забросила Она снова Начала заниматься Растягивать спину Ну в основном Вот Так Смотрю на людей Это точно девочка Это точно девочка А 25 Там 27 лет У многих проблем Гимнастика же рано Начинает заниматься Да Проблемы со спиной И начинает какие-то там Либо йоги практики Применять Либо там Какие-то Физические упражнения Делать И вот Мария Она тоже начала Там заниматься Гимнастика Снова восстановилась За два года Растяжки спины Она выросла На 2 сантиметра Стала выше То есть это будет мастер-класс Как подрасти Да, это будет мастер-класс Как подрасти На 2 сантиметра И растянуть свою спину Чтобы у тебя не было проблем Со спиной С хирургическим вмешательством Да Ну это на самом деле Действительно актуальная тема Потому что Вот еще раз повторюсь У очень многих спины У молодежи К сожалению Болят Я думаю И у более старшего поколения Тоже есть такие проблемы Ну и чтобы их как-то решить Вот мы решили Такой вот мастер-класс провести А там же рядышком у нас есть В Герценке кофейни Где там можно будет попить чай и кофе То есть мы смотрели такое место Чтобы было и проходимо Так как это четверг Четверг мы выбрали Мы сначала хотели в пятницу Да, 10-й это четверг Да, пришли мы к Наталье Владимировне Это зам библиотеки Зам директора Зам директора, да Вот мы с ней пообщались Она говорит Вы знаете В пятницу все поедут Если еще погода будет хорошая Все поедут Куда-то там по дачам Отдыхать Купаться и так далее Говорит, как показала практика Вот наших библиотековских мероприятий Хороший будет день четверг И мы в принципе согласились Так как в принципе люди сами тоже организаторы Плюс еще в летнее время Последний месяц отпусков То есть все равно Мы на большое количество народа не рассчитываем Потому что Киров пустует в это летнее время Пустеет, скажем так Все-таки Уж не совсем пустует Ну не совсем, да Но тем не менее Встречаются люди на улицах Да А вот То есть вот такой вот мини-фестиваль Такого формата Насколько по времени он тут рассчитан? Арт-маркет у нас начинается с трех часов Потом у нас начинаются мастер-классы В четыре часа В шесть В шесть тридцать Я сейчас точно не помню Это будет все вывесеншее Но у нас в сообществе Начнется лотерея Ну и до восемь часов Ну и до восемь часов Это приличное в том же ВКонтакте Более трех тысяч человек Да, но мы старались Это у нас очень много людей Когда мы запустили этот проект У нас очень много людей ушло Из сообщества ВКонтакте Потом мы начали снова работать В этом проекте В смысле ушло? Почему ушло вдруг? Ну когда группа пустая Когда она неактивна То как бы состоять в этой группе Ну и многие посчитали Что зачем мне там и так С ту групп Еще тут 101-го будет И видимо ушли Покинули эту группу Ну а сейчас снова люди пришли Причем у нас там Не только Кировская область За нами смотрят Наблюдают И берут опыт Из других регионов России Вот я думаю После фестиваля Тоже что-то такое Появится в других регионах То есть мы это обмениваемся опытом Кого вы ждете на этом фестивале? Портрет Человека-грожанина Чтоб сейчас слушатель Как к себе применил Любой гражданин От семилетнего От трехлетнего возраста До 60-70-80 лет Ну то есть это любой гражданин Который проходит мимо Либо просто ему интересны Какие-то здоровые продукты Какие-то может быть мастер-классы Либо еще что-то Вот мы сейчас набираем мастер-классы То есть там по шоколаду Будут мастер-классы Мастер-классы Что именно? Приготовление? Да-да-да Собственными руками? Да Вот у нас пока заявилась Семья Вот может они что-то такое сделают Потом очень ждали девочку Которая вяжет коврики Также мы подключили эко-коврики Эко-коврики? Эко-коврики Ну да Материалу такого Безопасного Из ниток Из безопасных ниток Да, она пока отказалась Сейчас просто хотела уехать Все вот смотрят Но тем не менее Вот мы еще пригласили Истерико-кровический клуб Мир Где они тоже покажут Свои мастер-классы Попоют У них есть Вот этот Ансамбль Песни Вот Еще и музыка будет Еще и музыка Да, будет такая живая То есть мы думали Какое-то сопровождение Чтобы слишком Вот это все Не нагромождать Вот эти все Аппаратуру не выносить Но это все Тяжело В плане Если это будет дождь То есть если будет дождь Мы это все переносим Конечно В рамки библиотеки Фойе первого этажа Фойе первого этажа Не такой уж и большой То есть Как бы можно посмотреть На формат этого фестиваля Вот Мастер-классы у нас Уйдут в аудитории Вот То есть Такое живое сопровождение Живой звук Там же есть еще фортепиано Кто хочет Может поиграть на фортепиано Такой свободный Свободный формат Где Любой желающий Может прийти И что-то сделать Но Он может Из такого ярко выраженного Регламента Да Без выраженного Регламента По времени Совершенно Также Захотел Пришел Там не в 4 часа Как начинается мастер-класс Заходил в 3 часа Захотел в 5 часов Захотел 2 часа провел Захотел 30 минут Ну то есть Захотел еще там Вторую провел Если у него там Еще люди пришли То есть Вот такой свободный Совершенно формат Вполне возможно До 10 числа Еще кто-то выйдет на вас Да Возможно Потому что Еще люди думают Еще люди думают Еще очень много Таких А можно еще Вот это А можно еще Это Мы конечно Ждали еще Зоозащитников Но как-то С ними Не складывается Там все Меняется Либо Какие-то тоже У них проблемы Ну в общем Животных там Пока не планируется Ну может быть Еще что-то Придумаем Оль А вот более-менее Такой уже Программа Скажем так Хоть ее и нет Программа Более-менее Внятная примерно Когда ее можно Ожидать Программу Можно будет Ожидать Уже где-то В первых Числах Августа Да Но в принципе Она сейчас есть Что в 3 часа Это арт-маркет В 4 часа Мастер-классы Именно по содержанию Мастер-классов Это будет уже Вот где-то К первому К началу августа Да Это все Все будет в нашей группе Все это будет озвучено Перед этим У нас еще будет Запланировано Совместно с библиотекой Пресс-конференция Где мы это все еще раз Озвучим Но это будет уже Непосредственно Перед самим фестивалем Где-то по-моему Во вторник Десятый Это у нас Восьмое значит Получается Восьмого августа Вот у нас Пока запланировано Тоже формат Пресс-конференции Будет интересный Не как обычно В душном кабинете Это мы решили сделать Все на свежем воздухе Ну то есть Уже как бы Что-то такое Дух свободы Уже и внедрять И в это Безусловно К десятом числу Мы еще нашим слушателям Напомним О фестивале Сейчас у нас Небольшая реклама Мы скоро вернемся В Кирове состоится Экологический фестиваль Чистая вятка Еще раз напоминаем Десятый августа Это именно дата С трех часов в дня Библиотека имени Герцена Да Ольга Шаклеевна У нас в студии Координатор Эксперт Вернее Саобщество Чистая вятка Уже эксперт Мы хотели бы поговорить Все-таки о дальнейших планах Все-таки год экологии Продолжается И не ограничивается Годом экологии Задуманной Они вроде как И до года экологии Работали активно По-моему Они тут Не заметили смены дат Так куда Дальше планируете Идти с гордо поднятой головой Ну расскажу сначала Для нас год экологии Просто такая поддержка Ну если там Какие-то мероприятия проводишь То год экологии Вроде бы экология Здесь поддерживается На уровне государства И можно куда-то там обращаться Можно? То есть прям вот мы Экологическая организация Сейчас год экологии Мы хотим кто-то Дайте нам кто-то В год экологии Более лояльно Относится бизнес Если там у них Пока еще все не распределено На определенные Какие-то структуры Опять же Про правительственную организацию Потому что как часто И как правило Их куда-то заставляют Участвовать В каких-то мероприятиях Не по собственному желанию Тут просто общалась С представителем Одного банка Из Владивостока Женщины Вот она мне рассказывала Что нас обязывают В таких-то мероприятиях Мы бы с радостью В общественных каких-то Мероприятиях Участвовали Но не можем Кстати Президент Заявил В конце недели Когда он с детишками Провел день Его спрашивали Несколько раз Будете, не будете президентом Он пока еще не решил Есть ведь другие темы Которые меня Очень волнуют Я могу этим заниматься Не как президент Вот например Экология Сказал он Ну экология На самом деле Сейчас просто Очень модная тема Представь Владимир Владимирович Выдет на пенсию Возглавит Российское экологическое движение Ну будут Какие-то Я даже примерно Представляю Какие-то будут Российское экологическое движение Ред И красный логотип Вот Ну а если серьезно То у нас в планах Вот мы сейчас Готовим Предложение Расширить Деятельность Сообщества Не только в Кировской области Но и выйти В другие регионы То есть мы сейчас Подготовили Очень хорошую презентацию Для будущих партнеров То что мы сделали За пять лет То что планируется Еще сделать Примерные Наши планы Потому что планы Как всегда В нашей организации Они почему-то у нас Всегда как-то меняются Причем очень легко Просто И на более Какие-то интересные вещи На какие-то более интересные проекты Мы можем примеры привести Ну их на самом деле Очень много Мы задумывали Один проект Например фестиваль Провели Какой-то там Задумывали Маленькие А провели Аэросани Получился вертолет Ну да Что-то типа такого Вот Также Кроме того Что мы выходим В другие регионы Просто Так скажем Будет Например В Морел Сообщество Чистая ежка Чистая ежка Ну да К примеру Это ваша идея Или местная Как-то услышали Что тут в Кировской области Во всех городах Ну у нас Говорю что Чистая ежка Мониторят У нас есть уже Если так вот Позабивать То в основном У нас очень много Названий уже есть Забиты Чтобы они Там чисто Кострома Чисто Вологда Чисто Тюмень То есть они у нас Уже забиты А среди экологов Конкуренция существует То есть вот Мы хотим зайти В соседний регион Нет Мы вас не пустим Нам тут самим Нет Такого нет Потому что У экологов Ну вообще Общественных организаций Если это не правительственное Опять же С финансированием Не все плохо А любая работа Она должна оплачиваться Если ты координируешь работу То ты должен за это получать У нас в России Как считают Что если ты Возглавляешь Общественную организацию То ты волонтер И ты должен волонтерить Хотя вот Пообщалась с коллегами Из других стран У них волонтеры Действительно Ну там На одного волонтера Например в Штатах Выделяют 15 долларов В год Это в принципе Ну грубо говоря Одна футболка И там кепка То в России У нас на одного волонтера Ноль рублей То есть даже футболки С кепкой Он не получает Но Там получает Организатор За то Что он собрал Вот этих волонтеров Которые работают В той или другой деятельности Он за это Получил свою зарплату Потому что он потратил На это свое время Он потратил Свои ресурсы Свой опыт И Он заслужил Эти деньги Которые он получил Наверняка По этой причине В том числе Много желающих Возглавить Вот координирование Собрать Группу волонтеров Нет такой конкуренции Нет У них там тоже Нет такой конкуренции Потому что Это все-таки Это любая Это работа Наш коллега И ваш коллега Когда ушел Из журналистики Где-то через полгода Он сказал Я думал Что вы фигней занимаетесь Говорит Я сейчас поорганизовывал Я не буду говорить Вы его знаете Вот Я думал Что вы Ну действительно Какой-то ерундой занимаетесь Что это так все легко и просто Но когда я сам окунулся В эту деятельность Я понял Что это все-таки Такая Существенная работа Которая в принципе Действительно должна оплачиваться То есть Вроде бы со стороны Кажется что-то легко и просто С другой стороны С каждым К волонтеру Если ты работнику Заплатил деньги И сказал Надо это сделать Потому что ты за это получаешь То к волонтеру Нужен каждому Свой подход Потому что Не каждый волонтер Если даже у тебя Там есть какой-то список Из этих То у него Там Чайник сломался Дома Он не смог прийти То у него там Пробка Он где-то там встал Где-то еще чего-то А ты вроде бы На этих людей Рассчитываешь Ты не можешь им сказать Что ну все До свидания Потому что Ну это волонтер Он и так отдает свое время И на самом деле Ты как бы У нас Инициатива Получается Наказуема Даже Если рассматривать Самого себя То есть ты Проявил инициативу И ты должен ее сделать сам Потратиться И Ну довести А если там что-то Людям не понравится Как сказала Маша Гайдар Вы всегда Начнете выдавать Хлеб Людям будут говорить Почему вы даете Белое А не черное Начнете белое и черное Почему у вас нет масла И так далее То есть каждый Всегда будет чем-то Недоволен А чтобы самому Как-то это изменить Ну у нас пока Вот К сожалению Пытаемся изменить Но вот пока Это не искоренить Из русского Я понимаю Что это болезненный вопрос Конечно о финансировании Но мы вообще-то хотели Поговорить немножко О планах работы Я думаю Что все-таки Что-то может делаться И вот без Без изменения этой системы Вот этот фестиваль Мы делаем совершенно Без рубля В оргкомитете То есть мы это делаем Добровольно Мы решили просто отметить Как-то Пятилетний юбилей И все в принципе Наши мероприятия Которые мы проводили Да не все Вернее не в принципе А все мероприятия Они проводились добровольно Ну если вот так вот Открыто и честно говорить В других регионах Тоже есть проблемы Которые в принципе Сообщество Местное сообщество Уже с их названием Может решать Может какие-то мероприятия Там проводить Как я уже сказала Это будут не обязательно Экологические сообщества Вот сейчас подыскиваются На это все На все эти проекты люди Подыскиваются Место Как-то Чтобы их там Обучить Потому что Это очень большая работа С чего начать Как это все сделать И соответственно Эти проекты Уже я думаю К концу Либо начало Следующего года У нас появится еще Такое чисто Сообщество В другом регионе А в Кирове После фестиваля Что-то В Кирове После фестиваля Мы планируем Еще проводить Форумы Ну такие небольшие Да у нас пока Стоит в планах Форум большой Такой экологический По-моему В этом году Очень много Организаций Объявили форумы Экологические Вот интересно Да вот поэтому С привлечением кого Пока у нас стоит В планах Пока с привлечением Общественников Ну то есть Те кто занимается Экологией Те кто Что там Как-то хочется Изменить Окружающую среду Я имею ввиду Не только экологическую Но вообще Жизнь вокруг себя Также у нас С сентября Запускается Уже новый формат То есть мы Так шоу Оставляем И вот тут Разговаривали С Светлана Витальевна Шумайловой О том чтобы Замглавы администрации Города Да вот Чтобы В СУЗах И в УЗах Вернее в УЗах СУЗах Специально Средне специальные Да СУЗы Проводить Ряд таких Экологических Ток-шоу Где Сначала Ток-шоу Потом у нас Разработанная игра А потом уже Их вовлекать В реализацию Проектов То есть Более широкий Уже формат Не просто Ток-шоу А еще и Вовлечение людей В конкретную деятельность Да Игры мы тоже Уже начали проводить Но с теми Ребятами С которыми Мы уже Привели ток-шоу Второй раз Ты к ним Не пойдешь С этим же Ток-шоу И мы решили Другой формат Придумать Где-то Называется Необитаемый остров На самом деле Это не только Экологическая игра Там и права Человека И здоровый образ жизни То есть Там такая Очень интересная игра Где они плывут На необитаемый остров Особенно Вот эта игра Очень нравится Маленьким детям Вот это Возраст такой Более Да Ну хотя У взрослых Вот мы проводили В библиотеке Грина Один раз Такую игру Мы просто Долго думали Над форматом Либо Уже в аудитории Мы сидели И совещались Либо ток-шоу Либо все-таки Игру Решили игру Ну просто поэкспериментировать Это была первая игра Игра наша Как раз С такими большими И там Есть такая карточка Где Ну Карточка Где написаны Те вещи Которые они В принципе Тех людей Которые они берут с собой То есть Ценности Какие-то вещи Какие-то там Каких-то людей Врачей Родителей И так далее И вот карточка Родителей И где После очередного Им нужно было Избавиться от людей От вещей ненужных Или там еще чего-то И вот родители Они сидели и спорили Там как раз Были пираты Которые отнимали Вот эти вещи У них у всех И вот девочка Все-таки Одна отдала Говорит Ну давайте Вот моя бы мама Пожертвовала С собой Ради того Чтобы я желаю То есть Она пиратам маму отдала Она пиратам маму отдала Вот Причем Кстати Взрослые Взрослые Там от 14 лет Дети легко Растаются с родителями Ну как легко Может быть У них там В дискуссиях Как-то Скрипит То Маленькие Они всегда оставляют Родителей Потом Они всегда оставляют Очень интересно Прививки Какие-то там Врачи Потому что Ну как без этого Выжить Хотя у них есть карточка Чистая окружающая среда Чистый воздух Чистая Чистая вода Чистые Этим они не жертвуют Этим они не жертвуют Как правило Этого у них нет И мы всегда им приводим Такой пример Вы приплыли На остров После ядерной войны И они так смотрят Они не знают Куда они плывут Просто необитаемый остров Еще спрашивают Нам оставлять теплые вещи Или взять модную одежду Или взять летнюю одежду Я говорю Это ваш выбор Вы плывете на остров Я плыву Вы плывете А я вам просто говорю Условия Определенные И вот они выплывают Некоторые с родителями Некоторые без родителей Но с модными вещами Некоторые с модными Некоторые с гаджетами Выплывают А потом некий разбор Потом мы просто сделаем Такую экспертную оценку Для чего вам нужно было это Хотя если бы вы Например Для чего вам нужны прививки Если у вас чистая окружающая среда Почему вы не бы выбрали Чистую воду А выбрали там Ну вот эти же прививки Гаджеты Да Вот зачем вам эти гаджеты Хотя может быть Не обитаемый остров Он же не обитаем В принципе Там может быть Ничего и нет Да и связи Скорее всего нет Да Проводили такое же мероприятие В группе Полминуты остается Где были Люди разных конфессий И вот тут у них тоже был такой спор Какие религии оставлять Какие не оставлять Но в итоге они все-таки выбрали Спасибо за эту интересную беседу Ну что надо напомнить Что будет фестиваль Не последняя наша встреча Да Я думаю до фестиваля Мы еще об этом напомним Да 10 августа Библиотека имени Герцена Три часа дня Экологический фестиваль Чистая Вятка Спасибо большое Пожалуйста Больше спасибо Смотрите в новостях Чистая Вятка Удачи вам До свидания У нас сейчас новости Тематические программы И мы не прощаемся Вернемся через 20 минут ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА